Приветствую вас, и тут нужно сказать, что родители, ваши родители, родители вашей бывшей девушки, они хотят, чтобы у вас все было хорошо, потому что каждый из них, как бы это сказать по-своему, переживают за вас, и они серьезно думают, что помогают вам, они серьезно думают, что эти разговоры как-то приведут к тому, что вы вновь сойдете. Связано это с тем, что они не понимают, не совсем понимают, почему вы, скажем так, расстались. Ведь ваши отношения – это именно только ваши отношения, и не более того, тогда как они видят эти отношения совсем по-другому. Для них это совершенно не то, совсем не то, что есть на самом деле. И вы не можете на самом деле доказать им, показать им, что это не так. У вас, к сожалению, элементарные не получатся, потому что люди настроены на определенный результат. Люди нацелены на то, чтобы, допустим, вас помирить, но они не хотят вникать в то, что с вами происходит. Они не хотят разбираться с тем, что действительно послужило причиной вашего разрыва. Потому что для них вы дети, для них вы молодые, и, наверное, поэтому не совсем, скажем так, смешленные, да. И из-за этого они как раз таки и не понимают, что причиной того, что вы расстали, стало поведение девушки, а не ваша проблема, не вы. С другой стороны, очень важно, чтобы вы сами для себя постарались определить, а вот как вами лично воспринимается уход девушки. Почему она ушла от вас, что заставило ее уйти и так далее. Видите ли вы сами для себя возможность для того, чтобы, ну, скажем так, чтобы с ней вновь сойтись? Если видите, то и все, то, соответственно, попробуйте все тут делать, чтобы нормализовать отношения. А если нет, то и родителям объяснять ничего не нужно. У них свои мысли на этот счет, а у вас свои. И логично, что вы не можете понять их, а они не могут понять вас. Просто попробуйте отнестись с пониманием к тому, что они хотят вам добра. И хотят добра вашей девушке тоже. И это добро для них выглядит определенным образом. По-твоему. И вот это самое главное нужно понять. Если вы будете реагировать на их слова нейтрально, не будете показывать им, то вас, когда задевают то, что они говорят, будете безразличными к этому, то со временем подобные разговоры сами по себе затихнут, потому что не будут получать подкрепление. Любые разговоры, любые диалоги, любая активность человека направлена на то, чтобы получать определенное подкрепление от того, что человек делает. И если ваши родители будут видеть, что вам уже все равно, и ваша девушка все равно, то со временем они отстанут. Но нужно понять, что если относительно пожилые люди свыкли с мыслью, что вы их встречаетесь, то им тяжело принять новую реальность. Им тяжело принять тот факт, что, допустим, девушка, например, уже с другим, они просто элементарно не успевают до стремительности вашей жизни. Потому что для них внутреннее время, у них свои внутренние чувства, не такие, как у вас. И вот это нужно понимать. Если попробуете осмыслить все, что я сказал, то вам будет легче мерить всем, что они говорят, легче понимать их, и, возможно, вы не будете так сильно раздражаться от того, что они пытаются вас помнить. Хотя и, безусловно, это неприятно. Но я бы на вашем месте не стал бы говорить им, чтобы они, например, прекратили, чтобы они перестали, потому что это будет вызывать еще большую реакцию. А вы в этом, я думаю, не заинтересованы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим.